Здравствуйте, товарищи! Ну что ж, пришло время поговорить о четвертом гайде для новичков. В первую очередь будет важна такая информация, что совсем недавно у нас в апреле вышло новое обновление 3.0 Немезис, которое добавляет такой ивент, как Кризис. Стать Кризисом, то есть своего рода такая вот какая-то разнообразие под конец игры. Что из себя представляет Кризис? Вы уничтожаете врагов, вы уничтожаете государства, завоевываете миры, формируете свою империю, и у вас открываются различные новшества. К примеру, урон космическим базам, скорость геноцида населения и так далее и тому подобное. Более того, обратите внимание, у вас появляются суда, которые вы можете строить. Хочу обратить внимание, да? Вот где у нас верфь? Верфи. Смотрим. У нас появляется возможность строить так называемые корветты класса угрозы, эсминцы и крейсера. По сути, это бесплатная армия. Почему она бесплатная? Да потому что, посмотрите, насчет чего мы заморочены, когда хотим построить флот. В первую очередь, сплавы. Сплавы нам нужны для строительства кораблей, для космического строительства, для расширения наших империй и так далее и тому подобное. И это, в первую очередь, в военной сфере применяется. Да, мы можем добывать их много где, но в первую очередь на планетах. А вот минералы мы добываем везде, вот-вот, на планетах, везде добываем. Теперь же, теперь же, получая такой бонус в виде кризиса, мы можем строить корабли за бесценок, за какие-то минералы. Просто посмотрите для сравнения. У меня, в данном случае, за прохождение данной империи, я, конечно, его ускорил с помощью читов, но, тем не менее. Посмотрите, какой у меня прирост сплавов. 79. И сколько у меня минералов? 2000. Даже больше 2000. 2024. Как вы думаете, что выгоднее строить? Корабли за минералы, которые у меня огромный прирост? Либо за сплавы. А еще лучше и то, и другое строить, потому что у меня заканчиваются сплавы, я начинаю строить корабли, благодаря моему бонусу в стремлении кризиса. В данный момент я сейчас почти дошел до самого последнего уровня. Обратите внимание, уже полгалактики подчиняется мне, за редким исключением. Я уничтожил, захватил уже угасшую империю. Мой флот составляет больше полумиллиона, 600 тысяч слишком. И никакая империя со мной не может сравниться. Да, это, конечно, с помощью читов я сделал. Но это не так тяжело добиться, если у вас открыты бонусы за различный уровень кризиса. И кризис, это, конечно, очень неплохая такая альтернатива для тех людей, которые хотят захватить всю галактику. Они не хотят дипломатическим способом заканчивать игру. Они хотят победить именно как завоеватели. И вот именно для них вот этот кризис и создан. Да, я не знаю, что меня ждет в конце. Судя по всему, я буду качать просто все, что есть у Покрова. Это потусторонняя вселенная для псиоников создана. Да, и которые, собственно, псионики только могут туда, в нее проникать. Но, что я хочу сказать. Я вообще-то не псионик. Посмотрите мои бонусы за стремление. У меня спроектированная революция. Посмотрите на мои расы. У меня только одна раса псиоников. И это рэкет, который, собственно, привезли. Ну и, собственно, покоренная империя наблюдателей. Все остальные у меня эрудиты и прочие, да. Собственно, вот роботы и тому подобное и так далее. И я таким образом получаю еще бонусы и от псионического стремления. Ну, все, я различное получаю. В том числе, возможно, технологии и более мощное вооружение. Но, опять же, то есть эта связь с Покровом осуществляется даже через другой ветвь возвышения. И это действительно прикольно. Потому что, когда ты покончил со всеми кризисами, средней, конца игры и абсолютно всеми. Да, вспомните мое прохождение за Андрометскую империю, в которой вопрос еще не закончен. Но там я на данный момент, вот где я еще остановился, те моменты, которые у меня записаны, где-то серия 13, если я правильно помню, я там, ну, успокоил намного ситуацию. Там не побежден еще контингенция. Но ситуация намного проще. Да, это было тяжело сделать, но я это сделал. И, опять же, будь у меня кризис, я бы просто строил корабли за бесценок, если бы я это знал. Но я на тот момент это не знал, и я вот сейчас делюсь с вами вот этими открытиями, что бонус за стремление стать кризисом, это прикольно. Давайте посмотрим, что он дает, собственно, этот момент. Момент. Государство кризиса. Да, он дает минус 120, собственно, к отношениям. И что? И что? Меня это абсолютно не пугает. Я самая мощная империя, со мной никто не может сравниться и так далее. Мне без разницы. Я завоевываю и создаю вассалов из тех, кем мне хочется, из кого хочется. И это безусловный плюс. Теперь давайте поговорим о минусах. Давайте посмотрим нашу планету. У меня 500 населения. У меня не все планеты заселены далеко. У меня вот 213 только из моей расы, остальные рабы и прочие. И уже в период, когда у меня империя довольно развита, у меня поселение растет крайне медленно. 42 месяца, посмотрите, на столичной планете. Как это работает? Дело в том, что после обновления Немезис была изменена система роста. И теперь чем больше населения в империи, тем больше колонизированного планет, тем медленнее идет рост. Я не понимаю смысл этого стремления. Да, разработчики сказали, что они хотят таким образом уменьшить, видимо, скорее всего, нагрузку на компьютеры. Потому что оптимизацию-то мы сделать не можем. Не можем сделать на 8-4 потока, чтобы это все обрабатывалось и так далее. И непосредственно... Каким образом мы можем выйти из ситуации? Конечно, проще. Мы замедлим рост населения. У меня сейчас в государстве Андрометская империя. Давайте его сейчас... Ну, не будем загружать, ладно. В Андрометской империи 2500 населений. Там рост не 393, как здесь показывают, а 1500 уже. То есть у меня 3-4 года только через этот период появляется новое население. Ребята, вы о чем вообще? Если вы хотите уничтожить мощные империи, ну, кризис не заменяет это. Так что, ребят, если вы собираетесь развиваться в империи, теперь есть такой приоритет сначала не распыляться на вот такое огромное количество планет. Ну да, то есть таким образом посредством колонизации увеличить свое население. Вы учтите, что если вы колонизируете планету, и у вас автоматически население еще увеличится, у вас замедлится рост. Поэтому надо сначала заселить определенную планету, ну, или несколько планет, 2-3, а уж потом задуматься о расширении на 2-3 планеты, а лучше одну. Ну, чтобы и ее заселить. И в этих реалиях, в этих реалиях совсем другую ситуацию у нас появляется как рынок рабов. Вот, посмотрите внимательно, мне нужно заселить монархию. Ну, рост населения просто, ну, мизерный. Да, у меня и роботы собираются, у меня собирается и биологическое поселение. Но проблема-то в том, что это очень долго, а мне нужно сейчас различить производственные мощности. Поэтому я просто беру и всех скупаю. Просто всех скупаю. Только таким образом я могу заселить эту империю. И где вот купленные мои рабы? Вот они. На какой планете? Хтония. Я и не туда перебросил, да? Я на Хтонию их перебросил. Вот, посмотрите, да? И теперь давайте переселим их куда? На монархию. Переселим. Теперь переселим... Теперь переселим... Давайте переселим из Хтонии на какую-нибудь другую империю. Вот у меня вообще на Терри не нужны они. Вот идеальный мир. Давайте сюда рабов перебросим. Все. Почему у меня геноцид происходит, я вот не знаю только определенной расы. Вот прекрасно. И проблема теперь решена. У меня на 70 населения больше. У меня экономические показатели резко растут. Резко растут экономические показатели. Только таким образом. Но давайте посмотрим внимательно. У меня уже не 300 рост, а 435. Я всего лишь... Ну, на сколько? На сотню, может, чуть меньше увеличил население. И у меня население теперь еще медленнее будет расти на 5 месяцев. Так что это единственный вариант, как мы можем наши широкие империи как-то развивать. Наши империи, которые хотят везде быть заселены, иметь много ресурсов и так далее. Поэтому, ребят, механика переселения актуальна как никогда. Но такой вопрос. У нас обновление тоже поменяло механику переселения. Чтобы мы тратили только энергокредиты, вам нужно взять бонус за стремление системы повинностей. Которая увеличивает не только рост поселения из-за миграции, но также и повышает устойчивость нашей империи за счет того, что мы за влияние теперь не переселяем. То есть, без этой гражданской модели мы используем и энергокредиты для переселения, и влияние. Так что, если вы хотите создать мощные империи, не какие-то небольшие империи, которые стоят из 4-5 планет, и какие-то мирного назначения, которые хотят существовать в условных федерации, добро пожаловать на рынок рабов, добро пожаловать в завоевание, и завоевание теперь как никогда актуально становится. Более того, приходится некоторые планеты бросать, и приходят нам делать выборы, какие планеты нам развивать. Я понимаю, что это тоже прикольно. Я понимаю, что это тоже дает какой-то шарм, потому что ты должен брать, как в реальной жизни, определенный приоритет перед собой. Тебе нужно выбрать, что тебе нужно, что тебе важнее. Одно или второе. Но в случае, когда у нас много населения, в империи у нас и рост намного больше, если планета не заселена. Ну, вспомните, пожалуйста, элементарно курс истории, колонизация Сибири и Дальнего Востока. Русских там не было почти нисколько. Вообще их не было. Сейчас, сейчас, это основная часть населения этих регионов, ребят. А прошло сколько? Ну, 300-400 лет? И мы говорим в рамках одной планеты. А что будет в рамках вселенной? Поэтому эту механику я не одобряю, но, увы, ее можно таким образом только решить. И теперь рабство или каким-то другим образом, если хотите без рабства играть, я играю просто в этот раз через рабство, потому что я отыгрываю своего рода империум человечества. А так как геноцид мне экономически не выгоден, я его не провожу. Вот и все. Соответственно. Также роботов. Можно развивать, но роботы строятся теперь тоже дольше. Тоже дольше роботы у нас строятся. Опять же, в зависимости от населения. Да, у нас есть параллельный сбор биологического населения. Опять же, он тоже довольно длительный. Так что вот так момент. Теперь давайте перейдем в планетарное строительство. Вроде в типах деятельности ничего не поменялось. Это типа. Я так по секрету скажу. На самом деле, у нас сооружения поменялись. Во-первых, в другое место они передвинулись. Что можно про это сказать? Во-первых, количество их осталось то же самое. Абсолютно. Но! Теперь я на планете могу строить только одно гражданское предприятие, которое создает товары массового спроса, и одну кузню, которая производит сплавы. Спрашивается вопрос, а что делать? Вспомните, у нас появился новый промышленный район, который производит как ремесленников, так и металлургов. Но если вы выбираете специализацию ремесленники, тогда все специалисты, в данном случае у меня три, будут ремесленниками, значит у меня три станут. Если металлургов, то есть я меркузницы выбираю, чтобы производили в первую очередь сплавы, тогда у меня будет три металлурга. Да, с одной стороны кажется, что это хорошо, не надо тратить многие ресурсы на производство вот этих вот литейных. А давайте теперь посмотрим, сколько же будет стоить вот эта литейная мастерская, или как ее назвать. Давайте посмотрим. 320. Да, я получаю два металлурга. Да, я там буду улучшать ее, но это со временем, и не сразу. Я таких могу построить сколько угодно. Заметьте, два, 320. И обратите внимание, строится 113. Тратится 15 минералов, производится 14 сплавов. Здесь тратятся те же 15 минералов, производится, конечно, больше, как сплавов, так и товаров массового спроса, и мы не можем выбрать, что нам нужно. Для этого нам нужно уже менять специализацию. Либо мир кузницу, либо промышленный мир. И только тогда у нас будут производить только либо ремесленники, либо металлурги, либо сплавы, либо товары массового спроса. И опять же, они стоят 450 и строятся дольше. Содержание. Тут два. Давайте смотреть, сколько здесь. Два. Но время ресурса меньше тратится. Да, мы их можем построить намного больше. Но опять же, раньше мы могли превращать наши миры одновременно и в добывающие, и в производящие. Сейчас это сделать намного сложно, только очень крупные миры это могут себе позволить. Вот, к примеру, не обращайте внимания на размер империи. Это я с помощью читов увеличил. Единственное, чтобы быстро дойти до развитой империи. Поэтому не обращайте внимания. В прохождении я читы не использую. И вам не советую, потому что игра просто становится неинтересной, потому что никаких сложностей, ничего, никакого интереса просто нет. Это вот мне они понадобились, чтобы быстро развить эту империю и подготовить этот обзор. Так вот. Только крупные планеты могут себе позволить быть и производящими, и добывающими. Потому что здесь достаточно районов и для строительства энергетиков, энергетических, то бишь районов, и для строительства промышленных районов. Вот я сейчас застрою. Макрак. Я могу строить эти районы. Да, я могу еще построить и для производства товаров массового спроса гражданские предприятия и литейную мастерскую. Но они только одни. Раньше я мог всю планету застроить, и я бы получил больше эффекта. Я вам признаюсь. Тем более на позднем этапе игры, чем от этих промышленных районов. Почему? Да потому что на последнем этапе там по 10 металлургов за одно предприятие и по 10 ремесленников. Да, это вы не сразу модернизируете. Да, это дороже. Да, это надо больше ресурсов. И роль редких ресурсов возрастает. Здесь же редкие ресурсы немножечко теряются, и ваши планеты ненамного столько производят много ресурсов. И представьте такую ситуацию. Вы теряете одну планету, и все. Вы подорвены. Ваша экономика подорвана экономически и в производственном смысле. А заселить новую планету вы не имеете возможности, потому что население медленно растет. А все остальные районы оптимизированы для насыщения именно той планеты, которая производит больше сплавов или товаров массового спроса. Или и того, и того. А если это еще и крупный мир, он и энергию добывает, и еду, и все прочие ресурсы. А то и вообще редкие ресурсы, которые вам нужны, тем не менее, на последнем этапе игры в первую очередь для строительства флотов. И что получается? Получается, что теперь вам нужно очень ценно относиться к каждому миру. Это вас загоняет в узкий коридор и предоставляет вам меньшей вариативности ваших действий. Это вот как-то так. Это что касается строительства планетарного. Что касается прироста населения. Если вы идете через возвышение, через традиции и бонусы за стремление с проектированной революцией и эволюционное мастерство, у вас появляется возможность еще собирать параллельно биологическое население. Если бы к этому добавилась бы еще не просто сборка вот этого биологического населения, а было бы еще и параллельно сборка роботов, а не выбирать мне приходилось бы собирать мне биологическое население роботов, я бы согласился. Ребята, в три потока медленнее, но это нормально компенсирует уменьшившуюся скорость роста. Но я вынужден не согласиться. Просто вынужден не согласиться. Потому что это никак не компенсирует ваш рост. потому что если вы идете через трансцендентное возвышение, через псионику, через покров, тогда у вас это компенсируется строительством роботов. То есть этот бонус этого стремления он как бы есть, но его как бы нет. Я еще раз говорю, теперь особую роль имеет значение рынок рабов. Я вот его весь скупил, просто весь скупил. А у меня сколько планет не заселено. А расти они будут довольно длительный период. Это вот как-то так. Это вот небольшие такие вот изменения. Для кого-то большие, может, для меня маленькие. Я, конечно, уже привык. Но теперь от количества планет самое главное ваша империя сильнее в плане экономическом не станет. И в производственном тоже. не в добывании ресурсов, не в добыче специальных материалов. Так что, думайте теперь, нужна ли вам огромная империя? И через нее теперь сложнее играть реально. Я люблю завоевывать целые государства, целые галактики, и для меня это реально проблема. Потому что, если вы посмотрите на прохождение на Андрометскую империю, я там начинаю бомбить от того, что почему же так медленно растет у меня население? Я даже думал, что может быть это связано с административным лимитом. Нет! Это все связано от количества планет и от вашего населения в целом империи. И если вы колонизировали империю на планету на позднем этапе игры, то ой-ой-ой, она нескоро будет заселена и вы получите какую-то прибавку к мощи экономической мощи своей империи. У меня слов нету, как по-другому это сказать. Я уже привык к этим изменениям. Но если с кризисом я еще согласен, что это реально очень правильное решение, действительно, которое заставляет куда-то вас стремиться на совсем последнем этапе игры, когда вам делать реально нечего, и он дает за это еще дополнительные плюшки, которые мотивируют вас развивать уровень кризисом. То с населением решая проблемы оптимизации, уменьшая само количество населения, в принципе, это не вряд. В остальном все осталось плюс-минус то же самое. Но теперь я еще раз говорю про стая троль, какого выбрали специализацию планеты. Будет она вас на военные нужды или на гражданские нужды производить сплавы или товары массового спроса. Это уже решать вам и будет соответствующий хороший эффект от этого. Ну на этом я четвертый гайд для новичков завершаю. своего рода поправка тех изменений, которые были в обновлении Немезис. так и хочется сказать. Играйте в стратегии, любите их, несмотря на все их недостатки. И только в стратегии можно найти такой бомбеж от изменений небольшой такой, вроде на первый взгляд незначительной механики. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был старый стяговод. До свидания, товарищи! Субтитры Субтитры